Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами ловить на безмотельную мормышку, кормить лунки с руки, а также покажу вам несколько своих проводок, которые периодически приносят мне хорошую рыбу. И так... Поехали! На место я прибыл. Сейчас буду сверлить лунки и закармливать. Лунки я просверлил сейчас, теперь буду кормиться. Сегодня буду кормиться, значит немного по-другому. В предыдущие все разы кормился в дно, сейчас буду кормиться прямо с лунки. Я думаю, что в предыдущие разы, когда рыба ходила просто за мормушкой, но не клевала, она уже просто была сытая. А если рассыпать прикормку таким дождем и постоянно добавлять сверху в лунку, сыпать немного мормуша, то я думаю, что это должно рыбу как-то раззадорить, но не накормить. Посмотрим, верна ли моя мысль на сегодняшней рыбалке. Прикормка у меня сегодня будет состоять из прикормки запаха моталя, из панировочных шухарей и из сухого молока для муки. Хотел сказать, не мусорите, пожалуйста, на водоем. Если пришли там, прикормку и зарасходовали, не поленитесь, положите там в ящик. Пакет много места не займет. Затухать на водоем будет чисто. Вот такая вот прикормка получилась. Очень интересная фишка. У меня есть вот такие вот баночки маленькие и есть антрактант. Он сладенький, как бы на вещах, но, как показалось, практически даже щуку подходит. Значит, что я делаю? Я беру эту сладкую субстанцию, баночку ее. Банкой подчеркнул воду, и вот у меня получается она на дне. Это сладкий аттрактант водоем. И начинаю пазин прямо размешивать. Но не размешиваю прямо все. То есть, вот часть у меня тут находится не размешанная, а часть размешанная становится такой цвет, как кофе. Вот. Все. Залил. Осталось еще. Вот, зачерпываю. Давай размешиваю. Все. Залито. Теперь беру шабалу и прямо размешиваю. Вот. Ну и все. К лунке я подошел, горсточку взял и вот так рассыпал. Все. Видите, она сразу же тонет. И получается, пока она дойдет до дна, у нас будет большой такой столб, который будет рыбу, я думаю, прикормлять, приманивать с большого расстояния. Ну и, конечно, не стоит забывать о животных прикормить. Немножечко. Много не надо. Рыбу накормите, там клять не будет. Луночки я закормил. И сейчас самое время попить чайку, чуть-чуть согреть руки и можно идти на круг. Уважаем. Катя-катя-катя-катя-катя. Опа! Есть! Есть рыбка первая. Это у нас тут окунек. на мальца зузу попал хорошо небольшой правда соблазнился у меня за этот первый круг было четыре поклевки одну рыбку я поймал и решил утончиться это была лайка достаточно длинная с леской 01 и с маленьким мормушем а Субтитры создавал DimaTorzok Другой кусок Другой кусок Попался ребят на мормуши окушочек но быстрый подъем у нас супер мормуша присосалась опачки 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 на 01 на супер мормуш вот это кунище а ребят красавец какой попал ух прям вообще вот как потянул то сначала небольшой первым делом пришел на лунку это быстрый подъем быстрый подъем со средней амплитуды то есть это идут вздрагивание на дне затем пауза причем пауза не маленькая секунды так 4 5 и потом пошел подъем вот такой равномерно быстрый причем достаточно высоко потому что если небольшой глубине рыбачите бывает только следует далее если на это не отвлекается тогда идет подъем в среднем темпе с маленькой амплитуды то есть вот такой его также можно делать еще более медленно с еще более мелкой амплитудой но это уже прям совсем на глушняк когда совсем 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 не отвлекается далее от угла между леской и удочкой зависит поведение мормышки и сейчас я хочу сделать самую плавную проводку самая плавная проводка достигается когда угол между удочкой и леской острый то есть когда я делаю сейчас вот рукой достаточно большие движения а сторожок у меня отыгрывает очень плавно поэтому мормышка у меня двигается в толще воды соответственно очень плавно такая проводка хороша для подлещика в первую очередь но иногда бывает на нее зарится юг далее еще один хитрый прием который я использую для того чтобы все таки побудить рыбу к поклевке это плавный подъем с маленькой амплитудой сантиметров на 25 и дальнейшее ускорение вот так бывает что на этом ускорении это окуня провоцирует и он хватает ну на данной лунке мы уже один угол и поэтому сейчас пойду на следующий круг надеюсь что может быть кому-то какую-то хитрость передал а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok